У вас есть план, мистер Фикс? План? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? У меня есть три плана. И если ни один из них не удастся, то я съем свой котелок. Помните этот замечательный мульт? Спасибо, план, мистер Фикс. Есть ли у меня план? Так вот, сегодня у меня нет ни одного плана. Впрочем, как и котелка. Но зато есть три... Точнее, четыре... удивительных коробки, которые я, наконец, получил из Поднебесной специально для своего любимого питомца Autel Evo 2 Pro. Привет, друзья! Вы снова на канале Русского Сумасшедшего Пилота. И сегодня у нас распаковка. Распаковка четырех посылочек, которые спустя какое-то продолжительное и менее продолжительное время достигли своего адресата. Хочу заметить, что некоторое содержимое этих коробок подойдет для любых дронов и не только. А некоторое предназначено только для этого рыжего мерзавца. И пока я собираюсь с мыслями и перевариваю свой отсутствующий план, вы подписывайтесь на канал, если до сих пор этого еще не сделали. Про лайки можете оставить на потом. Ну а мы погнали! И так, что же тут у нас такое? Ладно, не буду вас мучить. Как говорится, вскрытие покажет. Эх, с чего же начать, с чего же начать? Ну, давайте начнем с этой средней посылочки. Кстати, я ее уже немножко открыл и заглянул. И после этого я понял, что содержимое этих посылок предназначается для этого коптера. А тут у нас фильтр Freewell. Отличный ND-фильтр ND32. Ого-го! И нафига он нам нужен? Для своего коптера я уже заказывал фильтры, и на текущий момент у меня в использовании находятся фильтры ND8 и CPI. Это не самые дешевые стекляшки, но на самом деле они очень хороши. Кто в теме, тот меня поймет. А кто не в теме, для чего эти, казалось бы, лишние и легченые затраты? Пишите вопросы в комментариях. И если вам действительно интересно, я расскажу, для чего я потратил очередные немаленькие деньги, на которые можно было купить неплохой диски, на эти стекла, в одном из следующих роликов. Едем дальше. Сразу оговорюсь, чтобы в дальнейшем не возвращаться к этому вопросу. Все, что вы сегодня увидите в этом ролике, ссылки на эти вещи вы найдете в описании к этому видео. Внизу. А давайте глянем в самую большую. Мне тоже интересно, что здесь может быть. Точнее, я даже, скорее всего, догадываюсь. Я даже, скорее всего, догадываюсь по ее увесистым. Господа китайцы наложили мне зачем-то вот такие, блин, пакетики. Целых три штуки. С отверточками, какими-то странными синими медиаторами. Ну, или это не медиаторы, а какие-то там открывашки. О, да тут долгожданные банки. Три банки для набивки батареи, которые я решила потолстеть в столь юном возрасте. И о которой я снимал ролик не так давно, что случилось с Аутелем. Если вы не смотрели, можете глянуть по ссылке в подсказке сверху. Прикольно, прикольно. Интересный комплект. Много каких-то вставочек. Такие вот элементы, не знаю, соединительные, что ли. Ну, и традиционные шнурочки с какими-то маленькими сувенирчиками. Специально для Аутеля воду тру. Но, как показал последний тест на дальность, который я провел при температуре минус 38 градусов на Красноярском море, батарея работает пока что исправно. И на текущий момент мне хочется отложить эти банки немножко в сторону и дать им подождать. И тут вопрос знатокам. Можно ли хранить их в таком виде, как они пришли и как долго? Такой вопрос у меня возникает неспроста, а в связи с тем, что батарейка от Хабсан Зинам 2 Про, которую я препарировал три года назад, точнее элементы, которые в ней находились, исправные элементы, они превратились практически в шары. В раздутые шары, которые уже никуда не вставишь и нигде не сможешь использовать. А еще вопрос. Может быть у кого-то завалялась батарейка для дронов Outel EVA 2 и он готов ей поделиться для честного эксперимента? В таком случае я готов набить ее практически безвозмездно этими элементами и отправить обратно после нескольких тестов. А если набивка не удастся, то готов безвозмездно ее утилизировать. И надо заметить, что вероятность этого достаточно высока, потому что рукожопости мне не занимать. В общем, если чего-то есть сказать по этому поводу, то черканите в комментах и потом мы пообщаемся на эту тему. А сейчас продолжаем. Так, осталось два пакетика. То есть, какой-какой? Ну, наверное, давайте самый тоненький попробуем вскрыть да посмотрим, что же там. Ох, как интересно! Ничего не вижу. Вы что-нибудь видите? Если приглядеться, то на самом деле здесь очень хорошо все видно. Это номерочки. Это белые буковки. Это белые буковки. И вообще, я хотел с циферками. Но циферок не вижу. Вспомнил. Циферки я заказывал отдельно, но они, по-моему, еще не приехали. То есть, должна быть еще одна посылочка. То есть, буковки и циферки. Для чего? Для того, чтобы, наконец, наклеить номера на этого мерзавца и чтобы он уже мог летать полностью официально. Вы же наверняка зарегистрировали свой дрон в аэронавигации. Если вы сделали это, то наверняка должны знать, что дрон должен быть обклеить номерами, так же, как и автомобиль. Про саму процедуру регистрации и прочих моментах легальных полетов на коптерах в наших реалиях я расскажу немного позже в одном из ближайших роликов. Ну, я на это очень надеюсь. Если это интересно, то так же можете черкануть. То есть, и тогда я расставлю там приоритеты. Потому что есть на текущий момент нюансы, но обо всем по порядку. Ладно, очень много всего наговорил, поэтому переходим к последнему лопу. Эй, фу, блин, просто вскрываем коробку. Тоже мне аукцион... А, аукцион, блин. О, ну, наконец-то! Лучше поздно, чем никогда. Вы еще не видите, но это замечательная и долгожданная дроп-система для специально разработанной для квадрокоптера Outel Evo 2 версии, которая срабатывает при включении фонарика. Один хороший человек обещал мне программное обеспечение, которое позволяет включить этот дрон с кнопки. Ну, не прислать, а хотя бы установить на мой смартфон в удаленном режиме. Вот такая вот система специальная для этого дрона. Пара слов для затравки. Система срабатывает от фонарика, то есть он сюда светит, и дроп-система включается, активируется и производит сброс груза, который подвешен к ней. Ну вот, выгнали меня из моей студии, но я еще не закончил. Для ее тестирования мне установят специальное программное обеспечение, в котором фонарик на этом коптере будет включаться непосредственно с кнопки. И самое интересное, я жду еще одну посылку, которая уже летит ко мне самой быстрой транспортной компанией. Тут могла бы быть реклама этой компании, но пока на безвозмездной основе я продолжаю дальше. Так вот, посылка эта летит ко мне из славного города Севастополя, от не менее славного и известного в определенных кругах человека. В телеграм-группе Аутель его все прекрасно знают. За энтузиазм, прямоту, идельные советы, которые он раздает направо и налево. Да, конечно же, это Дэн. Привет, Дэн. Дэнчик, хочу выразить тебе респект и уважуху за совет попробовать винты Энтерпрайз. Они действительно оказались очень хороши, и вы сами можете в этом убедиться, посмотрев пару тестов, которые я уже провел с этими винтами. посылка. Да, посылка от Дэна из Севастополя. А летит ко мне еще одна интересная система сброса его собственной разработки. И обзор этих двух систем вы также увидите на канале, но это не точно. Сами ведь видите, то цунами, то землетрясение, то... Короче, планов громадье и парапланерная тематика не за горами, потому что на носу что? На носу что? Бородавка. Но, но. на носу масленица. На носу новый летный сезон. Как же все успеть? Да, меня тут спрашивали, откуда я взял такую замечательную шапку? Так вот, это не шапка, это папаха. Настоящая папаха от настоящих абреков, которую привез мне один замечательный человек, мой друг. Привез он мне ее из Кабардино-Балкарии перед самым Новым годом. Вывернешь ее домой, у жены расческу возьмешь, расчешешь. Это папаха. Ну вот, теперь я практически абрек. Все, с наступающим. Спасибо, я тоже с наступающим. Он уже не первый раз засветился на моем канале, но самая замечательная, на мой взгляд, съемка, которая у меня с ним состоялась произошла в прошлом году. Это, конечно же, наш поход в Ергаке к зубу дракона, с которого в конечном итоге Александр потом спрыгнул. Видео об этом походе вы также можете посмотреть по ссылке в подсказке сверху, либо я оставлю его внизу в описании к этому видео. Если вы соскучились по лету, обязательно посмотрите его. Ладно, загрузил вас по полной, поэтому на этой позитивной ноте заканчиваю. До новых встреч, пока!